всем привет дорогие друзья у нас новый день новый влог короче будем кушать готовить сначала посуду помою потом будем кушать готовить если интересно то оставайтесь с нами мне уже пришла маша со школы света пришла с школы так как у них уроков мало было все уже доели на готовить кушать пока остальные в школе маленькие у меня дома еще потом магазина будут ходить дети опять просят вафли сделать а молока дома нет а без молока мне кажется они не вкусны будут поэтому сейчас сначала посол помоем потом пойдем в магазин потом будем кушать если интересно оставайтесь всем хорошего дня и настроение что дорогие друзья пока у меня будет мыться посуду буду мыть его я отвечу на пару вопросов в последнем видео как все услышали якобы муж сматерился на марину ребята он не матерился он прикрепил из-за чего на нее прикрыть в это время она перед тем как я начал снимать она разбила тарелку я уже как раз камеру чем муж пока хотела звеником она чуть не залезла в эти сумму он поэтому на нее крикнул чтобы она села сидела чтобы он мог успеть убрать чтобы они не порезались да я понимаю что это грубо но ребенок прыгать скачет лучше пускай тогда порежется что я надеюсь что вы все поняли и больше писать по этому поводу не будем дальше по поводу ванюшки спрашивали настя почему ты его не постригаешь ребят постригать буду обязательно что ваню что и гора перед новым годом и мужа также будут перед новым годом постригать чтобы они в новый год были у меня самыми красивыми мужчиной дальше по поводу вафельницы мне также написала женщина что настя там можно вот как тесто для оладьев делать и попробовать испечь те же самые вафли получится ну как оладушки слушайте хорошая идея обязательно попробую завтра сделаю на кефире и попробую там испечь и потом покажу вам что у меня из этого получится поводу видео говорит почему они выпускают день в день вот на этой неделе почти путем не снимал потому что я тут немного прибылела у меня и насморок была температура была и горло отнималось поэтому так но в целом сейчас все хорошо начинаем по поводу елку буду или нет ставить елку елку будем ставить но ближе к новому году потому что иначе дети и сломают и плюс у меня еще пока елки нет я ее заказала приедет 28 29 по моему числа поэтому ждем ждем как приедет елка мы будем своим нажать а перед этим будем сейчас все окна мыть и все остальное если вам будет интересно то оставайтесь с нами будем обязательно снимать так сходила я в магазин что я купила баночку тушенки дети просят макароны с тушенкой поэтому взяла две упаковки ежедневных прокладок 3 булки белого хлеба 3 литра молока и взяла вот такие колбаски для гриля они в супе очень вкусно они свиноговяжья очень вкусные и вот за тут больше килограмма вышла холодильники лежат чисто для супика будем или так где-то пожарить потом дальше груши конференция по 160 рублей за килограмм вот всем по одной груши взяла дальше яблоки по 75 рублей за килограмм тоже взяла были шампиньоны по 100 рублей за килограмм вот взяла немножко сейчас пожарим быстренько покушать дальше и масло у меня закончилось я говорила уже что я такие много покупаю но вот последний забрала девять штук два четыре шесть восемь девять да больше там не было потом закажу когда будет закажу у них чтобы они мне прям много много заказали вот такие целом покупки начинаем готовить будем ругать нашу кису магазин ходила уже с новой сумочкой удобная спасибо большое сейчас сложу ее и в стол чтобы не мешало сейчас уберу сосиски для гриля сначала и достану для супа сосиски у меня вчера тут тоже оставалось четыре таких и упаковочку таких и одела что сына я хлеб купила сейчас мама груши помоет дать тебе так и масло надо убрать я тут одну пачку достала масло это все масло убираем в холодильник вами не прыгай пожалуйста получается у меня 18 пачек холодильники есть но этого мало выкинь пожалуйста этого ненадолго хватит сейчас по мою деткам груши прыгает с мариной уже дам груши залив сладкий не знаю что попробуем это конференции выкинь пожалуйста кушайте груши сладкая груша мягкая но они на ощупь мягкие мягкие ребята прям на ощупь мягенькие маша егор света идите берите груши так и яблоки тоже надо помыть маша 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 И что? Это в школе, товарищ, а это дома. Егора, иди бери грошу. Я же по лошадь не буду, но там придет. Егорка пришел уже вообще-то. А, ну Оксана с Катей нужно пить. Она спит, Светка, да? Оставлю, оставлю. Так, и яблоки. Так, все, груши я сюда переложу, все по одной возьмут. Сейчас будем картошку чистить, молоко надо убрать. Пишут в комментариях, все, сейчас Тарантина спрячет от детей, шоколадки, все конфеты и сама потом съест. Ребят, я никогда не прятала. Они у нас вот в холодильнике как лежали, они каждый день знают, они берут вот все шоколадки, никогда не прятают. Никогда сладости не прячу. У нас и здесь вон конфеты стоят, они не едят их. Что? Они спелые. Спелые, вкусные, хорошо. Поэтому не пишите ерунды. Никогда не прятала от детей сладости. Они знают, что по многу есть нельзя. Поэтому вот так вот. Ладно, дорогие мои, сейчас быстренько почищу картошку, морковку и будем суп готовить. И макарону с тушенкой. Так, все, почистила я картошку с морковкой. Сейчас буду нарезать, сначала все для супа буду делать. А ничего не видно. Вот, ребят, не могу ниже отпустить. Вы меня просите, но этот штатив сломан. И поэтому ниже отпустить, но никак не могу. Сейчас картошку целом нарезаем. Что? Глазки выдержала, все одета пропустила. Груша, кстати, сладкая, да. Я сейчас тоже перекусила грушей, так сладенькая. Деньги будет набрать побольше. Знаете, вот иногда хочется, чтобы каждый день могла купить фрукты. Но иногда вот денег нет. Реально нет. Пока есть возможность, всегда стараюсь фрукты взять. Той виноград, вот тут был дешевенький, брала по 110 он был у нас. Брала, они его наелись, уже плохо ей стали. Сейчас вот груши 160, яблоки 75. Берем. Смотрим, когда какие акции бывают, и по акции берешь. Так что, вот такие вот дела. Напишите, что вы сегодня готовите. Так что, вот так. Ваня с Мариной у меня пока еще дома сидят. У Вани еще кашель. Спрашивали, что ли, чую его, даю амбраксол от кашля. Носик капаем. Но у него уже намного лучше стало. Намного. И Марина у меня тоже покашливать стала. У него поначалу ничего не было. Все-таки это, видимо, ротовирусная идет. Поэтому она тоже стала покашливать. Поэтому пускай посидят. К новому году все равно выйдем в садик. Потому что на елку хочу, чтобы дети сходили. Денежки-то на кулек Ване я уже взяла. Надо Марине еще. Там еще неизвестно, сколько было. Но тут мне уже написали, сколько надо перевезти денежку. Ладно, мои хорошие, буду нарезать картошку и натирать морковку. Вкус интересно, оставайтесь. Так, мои хорошие, сделала уже тесто я для вафли. Сейчас буду им жарить вафли. Так, что вот так вот суп у меня уже варится, парится, жарится. Как еще сказать, не знаю. Но сейчас будем делать вафельки. Сегодня не стало прям такое сильно густое тесто делать. Решила попробовать сделать пожиже тесто и посмотреть, что будет. Все. Сейчас мне надо тушенку еще открыть. Я же еще хочу макарошки с тушенкой сделать. И сейчас будем все готовить с вами. Знаете, иногда так хочется, чтобы 10 рук было. Блин, да что такое не могу открыть тушенку. Да это е-мое. Егора, иди открой мне тушенку, пожалуйста. Сил нет у меня, тушенку даже открыть не могу. Так, тут рецепт у меня тушенка лежит. Все, жарим. Жарим, жарим. Сыноу! Еще груши с яблоками, ребятки, не съели. Ладно. Сейчас нажарю, покажу, сколько получилось. Так, дорогие друзья. Суп сварила. Вот это вот Машенька уже себе положила тут вот. Сегодня сделала с рисом. Но тоже с сосисочками, но с рисом. Тут два вида сосисок. Это вот для гриля. И опять такие же обычные. Все, Машенька забирает. И тут вот еще, ребяткам, вафли пеку. Тут еще тесто у меня есть. И вот уже сколько стопок. Такие стопки уже нажарила. И допекаю. Уже палец все обожгла. Представляете? Вон что, красный весь палец. У меня получилось так, что там сзади тесто немножко затекло. И я начала убирать. И с пальцем прям сильно обожгла. Ладно. Зажарим, парим и готовим. Также у меня на печке еще варятся макарошки. Так. А здесь у меня готовится зажарочка. Лук, морковочка и тушенка. Просто дети попросили макарошки с тушенкой. Что-то давно они такого не ели. Ну, раз хотите, получайте. Все. Готовим дальше. Так, дорогие друзья. Макароны с тушенкой тоже сделала. Все. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Все. Сварила суп. Сварила рожки. Все съели. Сели, то есть, кушать суп. Я дожариваю остатки вафелек. Допекаю, дожариваю. Не знаю, как правильно, ребят, сказать. Ну, вот доделываю остатки. Последние тут выливаю сейчас. Вот и все. И все. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Дальше я последний дожарю. И пойду следующий блог монтирую. То есть, сегодня монтировала. Я сегодня выпустила только видео с германской посылки. Да, спрашивали, почему так долго нет германской посылки, ребята. Знаете, почему? Потому что она угрузилась у меня вместе с Васильком. Но Василек загрузился на сутки раньше, чем германская посылка. Она загрузилась только на следующий день, получается. Вот как загрузилась, так я ее выпустила сразу же. Все думали, что это я специально не выпускаю. Но нет, ребят. Она на загрузке была. Ой, смотрите. Это уже немножко дети еще поели. Я вчера пробное делала. Делала вариант. Но вчера я с разрыхлителем делала. А сегодня я сделала с содой. И дети сказали, что с разрыхлителем вкуснее. Поэтому, когда поеду в город, мне она будет купить разрыхлитель обязательно. Очень срочно надо. Вот такие вот дела. Сейчас дожарю последние и пойдем кушать. Ладно, всем-то кушать. Всем приятного аппетита. Все, ребят, дожарила. Вот такая вот кучка получилась. Последний вот такой вот маленький получился. Видите, вот здесь вот затекло. И вот я пыталась пальцем убрать. И обожглась я теперь палец немножко за усы. Ладно, ребяткам остывает кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова